Что происходит вообще с человечеством? Почему оно так уходит от религии, от божественного? День Старашного Суда мы ожидаем. Есть такие силы в мире, которые пытаются ускорить Старашный Суд. К концу времен время будет сжато, все будет ускорено. Чтобы человек спасся, не надо ему становиться мучеником. Все как будто спят, как будто в дреме какой-то, под гипнозом находят. Миссия – это быть воинством Христовым. Кто был Гайка? Бесторашный воин Бога. Противник зла и злоодолевающим оказался. Он будет гнаться за нами, все время насылать испытания за испытаниями. Но мы, как армяне, даже осознавать свою миссию. Миссию Гайка. Гай. Не надо отчаиваться. Где Альфа, там не Умега. Сатана знает. Очень скоро может оказаться, что нас здесь вообще не будет, и мы кончимся. Нет, мы будем. Мы будем. Но надо стойко проносить свою миссию. Мы будем. Можете в этом не сомневаться. Когда мы будем выполнять четко свою миссию, все, что неправильно, будет остановлено. Вот и все. Привет, я Ида. Это программа «Джокер». Сегодня у нас в гостях архиепископ Партьев Мартиросян. И незримо присутствует, наверное, и ваш старый знакомый, и человек, которого знают очень многие люди известные, Вольтер. Человек, вроде бы не признающий Бога, но который, как считается, чуть ли не где-то к концу жизни сказал, что если бы Бога не было, его следовало бы придумать. Это сказал человек, вроде бы не признающий Бога. А другой француз сказал очень оригинальную вещь, что если я, просто чтобы не погрешить против истины, зачитаю цитату, «Не знаю, существует ли Бог, но для его репутации было бы лучше, если бы он не существовал». Это Жюль Ренар. Судя по всему, он имел в виду, что человечество, если оно создано по образу и подобию Бога, настолько сейчас несимпатично, что Богу некомфортно смотреть на свои творения, что происходит вообще с человечеством, почему оно так уходит от религии, от божественного. Мы с вами знаем, что Бог все создал за шесть дней, ну это символично, шесть циклов. В седьмой день он отошел от творения. Он дальнейшее творение возложил на человека, который должен был стать Бога-человеком, и он должен был продолжать божественное творение. И мы с вами сегодня в ожидании конца седьмого дня, начала тайны восьмого дня, до реми фасоли осили, снова до, начала нового творения, и ждем день страшного суда, мы ожидаем. И человечество идет к этому концу. И у человечества должно накопиться так много грехов, что волей-неволей наступит страшный суд. И вот мы с вами, всем человечеством, катимся к этому дню с огромным количеством грехов. А почему такая задумка была? Почему нельзя было, чтобы восьмой день? Нет, нет, нет. Это не задумка Бога. Минуточку. Но вы сказали, что он в седьмой день был оставлен. Все, все, сейчас. Человека он создал по подобию и образу своему. Во-первых, создал ее потенциально вечным. Раз. Дал ему абсолютно свободную волю. Выбирай. Он дал ему один единственный запрет. Не трогай плоды этого дерева. Остальное все можешь делать. И он, Адам, реализовав свою свободную волю, именно нарушил этот запрет. И стал смертным. И вот это его потенциальное совершенство стало искажаться. То есть седьмой день человек использовал в совершенно противоположном направлении. Совершенно правильно. Но по своему разумению. Человек должен был творить миры по подобию Бога. Но он к этому придет после того, когда мы все воскреснем. Но все праведные, которые воскреснут, они уже станут Бога-человеком. Они воскреснут, вознесутся, обожествятся. И вот они уже будут творить новые миры. Как помощники Бога. Как полубоги. Человек сам справился со своей судьбой. Тут не надо винить Бога. Он дал нам свободную волю. То есть получается, что мы живем... Чем скорее мы наполним сосуд этого греховного дня, тем мы приблизим апокалипсис, и тем быстрее наступит этот... То есть и претензий к человеку не должно быть. И мы физически ощущаем ускорение времени. Нет, нет, нет. Во-первых, не надо наполнять грехи. Лучше бы оттянуть страшный суд, потому что не все готовы пока. Пока очень многие даже не покаялись. Нам нужно время, чтобы мы успели покаяться, очиститься, чтобы получить прощение. Это первое. Второе. Есть такие силы в мире, которые пытаются ускорить страшный суд. Они пытаются делать то, что богопротивно, и то, что не полезно человечеству. Принимают законы, отдаляют церковь от государства, от народа, создают тайные секты, тайные общества, сатанинские общества, которые глумлятся, погонят все на свете, увеличивают количество грехов. А мы, наоборот, мы должны противиться этому. Мы должны творить больше добра. Если нарушится баланс зла и добра, весь мир перевернется, и будет, конечно, страшный суд. Так вот вы сказали, что есть тайные силы, которые заинтересованы в этом. Для того, чтобы мы противились, мы хотя бы должны понимать, что это за силы, почему то, что они творят, это зло. Потому что эти же силы, когда они что-то творят, они же не говорят, мы зло творим, они все это представляют в виде добра. Вот, скажем, интернет. Это добро или зло? Вы знаете, это вещь двоякая, так же, как и нож. Ножом можно оперировать, лечить человека, а можно и убить. Палка о двух концах. Смотря, как ты ее используешь и в каких целях. Через интернет можно пересылать святые писания, молитвы, давать добрые советы, а можно магическую литературу распространить. То есть мы опять приходим к тому, что человек все-таки должен знать, кто эти тайные силы, чего они от него хотят. Еремей Порно, у него книга была «Трон Люцифера». Такая, знаете, такая красивая, изданная книжка была. Он там приводит... То есть фантастику вы читаете? Нет, нет, там не фантастика, он документы приводил. Он пишет, какие организации туда входят. Но он часть обозначил, видно, то, что знал в свое время. Потому что книга была издана в советскую еще и эпоху. Вот там обозначена часть организаций, чем управляет Люцифер. Ну, сатана, так скажем. И в мире, наверное, намного больше организаций, нежели те, которые упомянул Порной. Еремей Порнов в своей книге. И, конечно, они не говорят, что мы творим зло и так далее, и так далее, чтобы ввести в заблуждение. Есть старая такая древняя легенда. Господь Бог — это наш отец, а земля — это наша мать. И вот мать, чтобы оторвать человека от Господа Бога, построила такое огромное количество истуканов на земле, чтобы сын, то есть человек, заплутал и не нашел бы отца Бога. А зачем матери такую вещь делать? Это вот совсем не материнская позиция. Ну, это в смысле не на самом деле материнская позиция. Речь идет о материальном, о материальном, о земном. То, что нас оттягивает вниз, они духовно поднимают. В этом это символический образ такой. И вот мы полутаем, вот нам создают разные виды религий, секты, всякие течения, всякие организации, и вот мы блуждаем. То есть, говоря о тайных организациях, вы имеете в виду все-таки те, которые претендуют на какую-то форму веры и привлечения душ? Или же вы имеете в виду, скажем, как сейчас принято считать, международные финансовые корпорации, международные производящие корпорации, для которых весь мир сегодня это бизнес. Какая-то корпорация, им плевать на нации, на народы, на человека. Бизнес во главе всего, прибыль, то есть. Ну, транснациональные, мировые корпорации. Это понятно. Какая задача у них? То есть, ага. У них задача мамона. Да. Орудие сатаны, мамона. А Библия говорит, не беги за мамоной. Вот. Но, судя по всему, они все-таки побеждают. А почему, как простой человек, который сегодня вот читает то, что в интернете, а вы сказали, что интернет сейчас полон вот этих совершенно ненужных, отрицательных вещей, который... Он полон всем. Он полон всем, но выбрасывается то, чаще всего, что этот, не знаю, маленький, еще слабый ум, красивенькая, оно его привлекает. Он видит ту же самую, скажем, кока-колу, господи, например, и вместо того, чтобы выпить морковный сок. Я самая. Он видит мультик, где добро, и ве... А мультик, где зло, там он же сделан по тем технологиям, чтобы они были привлекательны. Все правильно. Вот почему эти негативные силы обладают лучшими технологиями, чем позитивные силы. Вот поэтому я спросила вначале, у меня такое ощущение, что время ускорено, и что все делается для того, чтобы греха стало больше, 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 и все, наконец, кончилось. Вы знаете, в Святом Писании и у Отцов Церкви есть такое порочество, что к концу времен время будет сжато, все будет ускорено. А как будто реально чувствуется. Да. Уже лет 15-20, как мы это все на физическом уровне ощущаем. Время сжимается, все несется с такой стремительной силой вперед, что мы не успеваем даже опомниться. Так вот, человек действительно греховный, слаб, а запретный плод, он всегда кажется человеку более привлекательным. К сожалению, это слабость человека, это греховность, искаженность сущности человека после первого греха. Вы помните, когда Адам совершил грех, у Адама и Ева был первый сын Каин. Да. От этого шока, грехопадения, у них появился Каин, который стал первым брата убийцы. Это было последствия инфинитированного семени после этого стресса. надо это не забывать. Да, но это все потомки Каина. Нет, не мы, пардон. Нет, 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 Человечество разделилось на два лагеря. Сыны Света, сыны Тьмы. И вот потомки Каина идут по этому пути. Но потомки Авеля, они остались как жертвенными, сынами Света, которые творят добро. Так что у нас два лагеря. Но опять же мы возвращаемся, к сожалению, к тому, что потомки сынов Тьмы более энергичны. Вот мы... Да, здесь надо не забывать, когда Господь Бог говорит, будьте бдительны и трезвы 24 часа. Потому что зло 24 часа воюет против человечества, за каждую душу человека, 24 часа. А вот мы с вами бдительны 24 часа? Трезвы или нет? Вот в этом вопрос. Вот вы сколько раз в день молитесь? Ну, может, пять минут. Может, время от времени. Мы же не 24 часа бдим наши границы добра. А мы должны бдить. Но надо это только молитвой делать. Да нет. Нет, это не только молитвой. Ну да, общей настроенностью на положительные дела. Вот смотрите, чтобы человек спасся, не надо ему становиться мучеником. Не обязательно быть отшельником. Или монахом. Или мытарем. Это тяжелый путь. Для каждого человека дан простой путь. Семья. Это первая модель церкви. Глава семьи – это глава церкви. Муж, он олицетворяет Христа. Мать олицетворяет святую церковь. Дети – это верующий народ. В Евангелии написано, если будете ложа брачная в святости сохранять, любить до конца жизни друг друга и просто творить добро, этого достаточно, чтобы ваша семья спаслась и, наверное, ваши потомки тоже. Бог дает нам такую возможность. Даже ради одного спасенного Бог может спасти тысячу грешников. Так что у нас есть путь семьи. Первая модель церкви. Если все в семье будет нормально, в любви, в гармонии, и они будут просто жить по добру, этого достаточно для того, чтобы спастись. То есть именно поэтому вы считаете, сейчас семья стала такой целью? Это важная ценность, которую пытаются разрушить. Это основа основы, это ядро. Это первая модель, прототип истинной церкви. Они бьют прямо в корень. Видите, сколько нападок на семью по всему миру. Законы принимают, навязывают какие-то новые совершенно либеральные какие-то идеи, которые очень опасны и страшны. И тем не менее они все-таки в той привлекательной оболочке, которую человек съедает. Почему не может церковь, вот я все хочу понять, церковь как институт во всем мире, она сдает свои позиции, если она не может удержать позиции такого основополагающего элемента, как семья, которая в течение веков была основополагающего. Или же, может, приходит какое-то время, как оно всегда в истории бывает, были многоженные, многомужные, потом пришли к полигаме, а может мы сейчас, потом пришли к моногаме, может быть сейчас вот естественный процесс стран, то, что мы сегодня считаем странным, может оно когда-то будет естественным? Нет, это искусственно наслаждается. Вот посмотрите, я вам простой пример приведу. Церковь-то борется против этого, всегда поясняет, разъясняет, очень четко говорит о своей позиции. Ну вот смотрите, приходит какая-то политическая власть, у нее часть, можно сказать, 50% в парламенте. Они могут дать команду, что вы протащили вот этот проект закона. Некоторых подкупают политических деятелей, и те начинают пропагандировать. Мы же знаем с вами, дали гонорар, в газетах пишут, беседуют, уговаривают, я не знаю, там как-то пытаются все это оформить и так далее. Раз, закон проходит. Они очень активно лоббируют. То, может быть, даже что, не знают в итоге, к чему приведет. Есть, которые знают, есть, которые просто не знают, их это не интересует. Получил команду, получил там гонорар достаточно, механически выполняет эту команду. Из этого не вытекает, что церковь до этого работала не так, как нужно, чтобы эти люди понимали, что они должны быть другими. Ну ладно, мы-то когда говорим. Да. А что вы делаете? Вот мы вам прямо говорим. Вот этот закон опасен. Он разрушает все. Так вы встаете, бьете грудь, как говорите, нет, не позволим. А вот поднимите на 100 драмов цену на билет в автобусе, миллион человек выйдет на площадь. Сразу будет такой социальный бунт. Поднимите на 100 драмов цену на билет. Все выйдут на улицу. А мы им говорим, это жизненно важный вопрос. Некоторые говорят, 5 тысяч, 10 тысяч в интернете говорят. Все кому-то спят. Кого-то в дреме какой-то, под гипнозом находятся. Так почему вот это происходит, что в дреме мы находимся? Вот посмотрите, вы можете сегодня мне сказать, христианская церковь или ислам, или буддизм, или иудаизм, они все переживают одно и то же, вот этот спад веры. Вы знаете, трудно сказать. Где-то спад, где-то подъем. Вот смотрите, 90-91 год. Конец СССР, разрушили соцлагерь. Но мы-то с вами наблюдали, как в Западной Европе потихоньку-потихоньку церковь стала ослабевать. Хотя раньше мы завидовали, можно спокойнее идти на литургию, венчаться, крестить, свобода, как хорошо. Церковь стала сдавать позиции в Западной Европе. Ну, после независимости всех этих государств, Польша, Венгрия, Румыния или 15 республик Советского Союза, получили свободу. Вера у нас стала подниматься. Благодаря вот этой свободе и независимости. Вы считаете, что она реально поднялась? Да, да, конечно. Сравните 80-й год и потом 95-й. Ну что вы, разница огромная. Огромная разница. Когда вы видели церкви, наполненные были бы молодежью в Ереване, в 75-м году, в 80-м году это невозможно было. В 80-м только началось. В 90-м это было, я два фактора могу назвать, простите. Нет, я говорю о фактах, я об итоге. Да и сегодня у нас церкви полны. Почему, когда церкви были, да? Так, минуточку. Такое ощущение, что в Западной Европе церковь стала сдавать позиции, а восточная Европа, имеется в виду Россия, там Грузия, Армения и так далее, мы как бы начали сохранять баланс христианства. Там упадок, здесь подъем. Так вот, где-то бывает упадок, где-то бывает подъем. Или в этой религии, или в той религии. Да, секты бывают во всех религиях, как в христианстве, так и в исламе, так же и в юдаизме, так же и в буддизме. Есть всякие отклонения. Потому что чем больше сектантов, тем сложнее вот этой ортодоксальной религии. Потому что сатана со своими пристами воюет против всех ортодоксальных религий, но прежде всего против христианства. Почему? А у них одна задача. Привести к мировой власти антихриста одного человека. Вот и вся борьба. Если вы говорите, что первая главная задача это против христианства, первая, самая первая. И усиление все-таки исламского духа. Я не говорю, что специально они поднимают дух ислама. Речь не об этом. Их интересует ослабление христианства. А там у кого дух что поднимется, это не важно. У них нет такой задачи. Хорошо, предположим, у него нет такой задачи, у того. Но в исламе все-таки дух поднимается. Нет, сейчас под... Если... Почему, когда ислам какой-нибудь призыв кидает, почему-то мы там видим столько смертников, столько людей с именем Аллаха, идущих на любые жертвы, на достижения идеалов. Мы видим такое же в христианстве, особенно в той части, которую, вы считаете, поднимает баланс. Смотрите, во-первых, это не большая часть христианства, которая идет на это, типа становиться мучениками, камикадзами. Это небольшая часть. И большая часть традиционного ислама не принимает это. Но у нас тоже были примеры, помните, крестовые походы. Да, так это давно было. Ну, какая разница, когда... Бывали такие примеры? Мы с вами это прекрасно понимаем. Ну, война святых Вардонидов, 451 год. Все войско встало на защиту нашей веры. Это было и в 307 году, это было и в 313 году против Диоктеляна, когда мы воевали за веру нашу. Вардониды, это третья религиозная война была за Христа и так далее. И потом мы на протяжении веков армяне принимали мученисту именно за наши веры. Если 2 миллиона армян приняли бы ислам в Турции, может быть, не было бы такого большого геноцида. Есть армяне, которые приняли ислам, и они не были подвержены геноциду. Мы же знаем. Да. Такие примеры, села, районы даже знаем. Так что вот эта защита своей веры, она есть у нас, но мы не призываем к крайней форме, чтобы идти становиться террористами и так далее, и так далее, и так далее. Ну, а бывает, что именно это и нужно в какие-то периоды, чтобы вы сохраните, то есть с мечом прийти, если против тебя пошли с мечом. Минуточку. Если на тебя пошли с мечом, если у тебя нет выхода, ты должен мечом защищать себя. Это твоя святая обязанность. Помните, Христос говорит, продай посреднюю сорочку, купи меч. Это тогда, когда у тебя больше нет выхода. Это крайний момент. Но этот момент бывает, его надо принимать. Конечно. Мы сейчас находимся в этом моменте? Конечно. Естественно. Почему тогда мы не продаем последнюю сорочку? Ну, как вам сказать? Во время этой войны, я даже помню, 90-е годы. Вот, 90-е продавали, наверное. Мы продавали. Я помню, мы продавали пластинки, свои плащи у кого-то, дубленка была. Кто что мог, продавал. Я даже Волгу моего брата продал. Ну, с его согласия. Ну, кое-что надо было купить для ребят. Это понятно. Все тогда продавали. Вот сейчас была вот эта война. Я ее считаю третьей. Некоторые почему-то говорят вторая. Почему-то апрельскую войну не считают за войну, непонятно. Но это не важно. Короткодневная была война. Ну, и что? Война есть война. То есть третья. Есть блиц война, да. Так вот, во время этой войны, вы посмотрите, столько людей, начиная от дальней диаспоры до ближней диаспоры, до Армении, помогали нам продуктами, лекарствами, одеяниями. Я не знаю, жилеты посылали, военные сапоги посылали, плащ-палатки, спальные мешки покупали. Вот-вот недавно, да. Шла огромная гуманитарная помощь. Очень многие помогали. Я знаю ребят, которые сотни тысяч долларов потратили. Помогали. Так, теперь, о чем мы с вами говорим? Да, была у нас 44-дневная война. Да, мы получили тяжелый нокдаун. Потери территориальные, людские. Не нокаут. Я сказал нокдаун, да. Я четко сказал. Да, я повторяю просто, чтобы было понятно. Так вот, морально понесли ущерб. Но смотрите, солдаты наши, 18-20-летние ребята, и вам скажут, вообще истинные герои. Смотрите, Кельбаджар, Егникнер, да, вот эта позиция около Шаумена, Мардакерт, Аскеранский район, вообще ни одного сантиметра не уступили практически. Не считает Халыш и Мадавис. Мартунинский район, 90% удержали. Ну, Ирлочинский район удержали. Так вот, кто против нас воевал? Азербайджан вместе с Турцией. Пакистан помогал. Белоруссия, Израиль, Украина продавали, давали оружие. Это вообще парадокс. Ничего, ничего, это нормально, продавали. Англия координировала, курировала эту войну. Так я вам другой вопрос задам. Это не только они воевали против нас. У меня была недавно странная информация, буквально на днях. Китай дал Турции 15 миллиардов долларов. Ну, это версия. Для чего? Для чего говорят? Я не ручаюсь за это. Провести шелковый путь, вы знаете, по Закавказью. А Карабах — это проблемная территория, которая могла бы мешать вот этим узловым связям. Хотя могла бы войти и перестать быть мешающей. Может быть, может быть. Я не ручаюсь, но есть такая информация. И второе. Япония дала Турции деньги, на которые Турция, благодаря которым она помогает Украине. Для чего это делается? Может отвлечь внимание России войной на Донбассе. В Закавказье. Благодаря чему Япония спокойно заберет Курилы и Сахалины от ослабевшей России. Китай спокойно зайдет в Сибирь. Это выгодно НАТО, выгодно Англии, западному миру всему. Такие силы были брошены против нас. И мы 44 дня устояли, не считая огромное количество демонических сил, которые воевали. Я не хочу сейчас об этом говорить, потому что многие не поверят в это. У меня есть факты. Но это мы с вами можем отдельно. Демонические силы. Да, именно демонические силы. Да, именно демонические силы. Вы читали книжку, которую я вам дал, 7 лет назад издал, «Армяне и эсхатология». Да. Ну, эсхатология, конец мира. Да. Там на первых страничках я написал, у армян своя какая-то особая есть миссия. У каждого народа своя миссия. Как у евреев, так и у русских, там у греков. Наш прародитель Гайк, мы же от его имени Гайк, имя – это твоя сущность, это твоя миссия, это твоя природа, который жил в Вавилоне, когда из Армении после потопа часть народа пошла на юг, он восстал против Белла, который строил Вавилонскую башню. Он отказался принимать участие в богопротивном строительстве сатанинского капища. Он и 300 его родственников решили вернуться в Армению на родину предков, как хоринацы пишут. С 10-тысячной армии Белл погнался за ним. Он своим луком пронзил его, и армия разбежалась. После чего Господь смешал народы на языки, и они не достроили вот это капище вавилонское. И он вернулся в Армению. Кто был Гайк? Бесстрашный воин бога. Противник зла и злоодолевающим оказался. Он убил первого глобализационного царя. Первого императора мирового зла. Освободил все человечество. Глобализацию вы считаете однозначно злом? Да, однозначно. Конечно. Вы знаете, если Господь создал нации и государства, а остальное искусственно все подогнать в одно, это уже не божественное. Это уже сатанинское. Так вот, он убил первого прототипа антихриста. Сатана нам этого не простит. Ни Гайку, ни нам, ни нашим потомкам. Это я еще семь лет назад пел. Он будет гнаться за нами. Все время насылать испытания за испытаниями. Но мы, как армяне, даже осознавать свою миссию. Миссию Гайка. Гай. Я должен нести. Мы должны быть стойкими. Да, нас будут резать. Да, будут нападать. Да, нас будут бить. Но мы должны, как горстка маленькая, как Гайки 300 человек, половина женщины, половина мужчины. Мы должны зло одолевать. Мы должны быть бесстрашными воинами Бога. За что всю жизнь страдали, будем страдать, но будем до конца нести наш крест. Не надо отчаиваться. Где Альфа, там не Омега. Сатана знает. Когда в начале Армяне свое слово сказали, во время Вавилона, в конце тоже скажут. А это сатане невыгодно. Теперь я одну вредную вещь все-таки скажу. Вот останови на улице кого хочешь и скажи со словом, с цифрой 300 у тебя что ассоциирует? Он 300 спартанцев скажет. Не только Гедеон, Гедеоны 300 воинов. Но вот тех 300 армянских потомков, которые не скажут, а кто в этом виноват? Почему это не делается так, чтобы в сознании наших детей хотя бы эти 300 были не меньше, чем 300 спартанцев? Они были первые. Они первые были. Так надо это все пропагандировать, если бы не написали Дюма Три Мушкетера, кто бы знал. Извините, я несколько раз во время своих интервью говорил, ты свои книги написал. Вы когда-то, мы с вами делали интервью, и вы сказали на вопрос, какова миссия армян, вы сказали армяне миссия это быть воинством Христовым. Да. То и вот сейчас вы подтверждаете, что мы остаемся тем самым воинством Христовым. Да. Но нас все время сжимают. Ну и что? Нас мало, как Хрюнца пишет, но нас называют армянами, гайками. то, что делал Гайк, то и должны мы делать. Мы несем его имя. В нас его сущность. Вы знаете, почему я об этом говорю? Потому что отчаяние сейчас, а отчаяние, как мы знаем, тоже вроде бы грех немалый. Да. Уныние, отчаяние. Сейчас очень многие пребывают в этом отчаянии, потому что они говорят, что если те добились вот этого, а мы оказались такими немощными, отнюдь не воинством, а позволили с собой поступить так, то, во-первых, убито в нас вот это чувство победителей, миссии, выполнителей своей миссии, первое. Второе, если все, если мы потерпели поражение, если опять начинается отток, если это был только первый раунд, а вот эта османская теория пантуркизма, она расширится и помогают, как вы сами только что сказали, сколько много сил работает на них, то очень скоро может оказаться, что нас здесь вообще не будет и мы кончимся. Нет, мы будем, мы будем, но надо стойко проносить свою миссию, мы будем, можете в этом не сомневаться. Теперь говоря, что мы будем, делать-то надо что-то для этого? Вы не забывайте такой момент, на девятый день войны Ильхам Алиев послал нам мессич, он потерял очень много солдат и техники, близ крик, начал буксовать, страшно для него, срывается план, дайте мне Джебрали Физули, я останавливаю войну, начнем переговоры, не получилось, проходит еще 10 дней, не будем вдаваться в это, дело не в этом, через 10 дней он созвонится с Эрдоганом и говорит, буксует моя война, тяжело мне идти вперед, и пошли эшелоны и самолеты из Турции, огромная помощь пошла, огромная помощь, так что, а почему нам не пошла та самая огромная помощь, которая могла бы нашу миссию? Да, последние 10 дней войны нам тоже пошла помощь, ну, немножко поздновато для нас, ну, может быть, мы неправильно ориентировались, не вовремя обратились и так далее, так вот, да, помощь пошла, так вот, вы что думаете, мы на протяжении всей истории всегда только побеждали армяне? Нет? Да, если верить, наши истории меньше побеждали, чем больше, во всяком случае, в сознании людей. Я не считал, но, конечно, иногда побеждали, иногда проиграли, у нас бывали очень тяжелые ситуации, попадали в кабалу, то к римлянам, то к перцам, то татарам, агулам, арабам и так далее, и так далее. Да, но мы никогда не отчаивались, мы всегда вели свою борьбу за свою независимость. Ну, и что получили нокдаун? Да, это плохо, да, это тяжело, но и не зачем, что мы должны сложить руки и сказать, все, мы умираем, нет. Ага, вот я об этом и хочу поговорить. То, что означает не сложить руки, что делать? Как минимум, мы должны наши границы укреплять, как минимум, мы должны нам создавать поселение. Так кто вам запрещает? Укрепляйте на здоровье. Так укрепляйте, кто вам мешает? Ройте тарашей, ставьте солдат у своей границы. Кто вам запрещает? Слушайте, ну, если вот те, кто должны этим заниматься, не делают это, вот когда вы говорите... Не задавайте вопрос мне, задавайте вопрос компетентным лицам. Укрепляйте свои границы. Никто же вам не мешает. Никто же не говорит, почему вы укрепляете границы. Так, а вот они могут на это возразить. Вы же сами устами вашего архиепископа сказали, что против нас, точнее, мы становимся опять разменной монетой в игре больших сил. Там, Турция, Азербайджанки. Тогда вы все это уже перечислили и перечислять не стоит. Имеет ли смысл вообще противостоять быть разменной монетой в чужой игре? Не хочешь быть монетой, играй более активную роль. Ищи лазейки. Тебе голова для чего дана? Неси ее с достоинствами и используй ее. Ищи люфты. Кто вам запрещает? Ищите, ребята, работайте активно, переговаривайтесь, нащупывайте какие-то места, какие-то моменты. Кто сказал, что мы не можем? Что церковь должна в этот момент делать? Она просто... Все, что в ее силах. А что в силах церкви вот сейчас? Ну, я вам сейчас не буду говорить о тех программах, чем я занимаюсь, или другой церковник, или кто-то. Я не об этом говорю. То, что вы делаете, делать. Я говорю о том простом гражданине, который ждет вот этого слова. Понятно, что те люди, которые должны ему говорить, которые руководят государством, они совсем другое говорят. И он хочет, чтобы хотя бы от святых отцов услышать это. Чтобы дух, не тот дух, который духов, а тот дух, которым нас Бог наделил, чтобы он позволил гордо подняться и сказать, до последнего я буду здесь. почему вот этого слова не слышно, вот не слышно голоса церкви? Как? Голос, где он? Вы меня извините. Лично я тоже говорил, нам надо собраться с духом, стать плечом к плечу и продолжать нашу жизнь. Не надо отчаиваться. Тот, кто отчаивается, тот уже, считай, проиграл. Когда ты не отчаиваешься, сделал сто шагов, упал, еще раз встань, сделай сто первый шаг и ты достигнешь своей цели. Судьба, судьба покоряется тому, кто... Дорогу осилит идущий. Вот именно. Так нам надо идти своей дорогой. Я понимаю, нам сейчас надо выйти из этого шока, из этого траура. Я понимаю, это не такой быстрый процесс за неделю-две, знаете, преодолеть все это. Потери, траур, родственников, близких, где-то тела не найденных, кто-то в плену еще, как бы земле не предали, еще наших молодых ребят. Надо потихоньку, потихоньку надо выходить из этого состояния, собираться силами, здоровыми силами, надо объединяться. И надо строить планы. Я не говорю, что не строить. Есть идеи, есть планы, есть наметки. И я говорю, да, мы все равно соберемся в один кулак. У нас другого пути нет. Мы придем к этому. И мы приходим тихо-тихо, правда, медленно, не так быстро, как бы хотелось, но мы потихонечку приходим к этому. То есть, вот то отчаяние, которое владеет народом, а самое главное сейчас его в себе погасить, потому что это все равно всего лишь период. Выход из этого периода зависит, опять же, от нашей свободы воли. Если мы... Просто понимаете, в чем дело? Мы впервые за очень долгое время почувствовали в себе дух победителя. Мы 30 лет, может быть, с преступным спокойствием жили с этой, с чувством победителя, ничего не делая, чтобы укрепить... Ну, ладно, так нельзя говорить, что мы ничего не делали. Делали. Это невозможно говорить, что ничего не делали. Делали, ну, делали то, что могли делать, или там, может быть, чуть больше могли бы сделать, я не знаю. Мне трудно сейчас это оценить, я не хочу никого обвинять, но то, что делали, делали. Но я опять говорю, против нас были брошены страшно огромные силы. Вы не шутите. И то, что мы 44 дня выстояли, я бы вам сказал, что это феномен. Честно говоря. Как здорово, вы сейчас переворачиваете. Да не переворачиваете. Я говорю то, что я знаю. Я хочу сказать, переворачивается восприятие. То есть, если большинство воспринимает это капитуляция, позор, мы кончились, вы сейчас говорите наоборот. Это гордиться. Вы знаете все ближние бои, которые вели в Арцахе? Как наши ребята вели в ближних боях? Прекрасно. Прекрасно, да. У нас не было столько техники, может быть, столько снарядов не было. И так далее, с неба бомбили, и так далее. Но во всех ближних боях, ребята бьют, бьют, бьют с неба, он сидит в своих окопах и не выходит с места. 18-летний парень. Вы о чем говорите? Это сверхгероизм. Их всех в лоб целовать надо. Не надо одну только сторону видеть. 44 дня против нас было столько сил, как будто весь демонический мир был разозлен на нас. Эти армяне, эти армяне, эти армяне. Но мы 44 дня выстояли. Хорошая цифра, две пифагоровские цифры. Ну да. Каждая четверка, это в себе заключает десятку, абсолютно все числа. Ну, есть какой-то символизм в этом. Извините, но мы выстояли опять-таки. То есть, я хочу, чтобы вот, обращаясь сегодня к нашим слушателям, вы эту веру в себя, в свою миссию как-то благословили, что ли, я не знаю, чтобы подчеркнули ее. Да что благословить, если бы все это рождение Гаи. Потомки Гаи. от Гаи благословлены, потому что мы его имя несем, мы его миссию должны, мы просто должны осознавать свою миссию, миссию Гаи. Не бояться, быть малочисленными, зло побеждать и быть верными воинами Бога, больше ничего. Да, будут нас бить, будут испытания, нельзя бояться. Мы будем как Гаи, какое отчаяние? Ну, попал в состояние отчаяния, выходи из него, если хочешь быть героем, победителем, хочешь достигнуть своей цели, иди к ней. Они говорили, вай, как плохо. Мы придем к ней, у нас судьба такая. Да, конечно, нету. Если мы будем уклоняться, Господь нам подзатыльник даст, заставить идти в нужном направлении. Ну, зачем так? Лучше добровольно. Вот так надо идти. Не надо отчаиваться. Да, нокдаун, ну, бывает, раунд, попадаешь в нокдаун, глубокий, средний, глубокий, но отставать, продолжать. Ну, какая у нас миссия. Я вам очень благодарна за эту беседу. Я надеюсь, что все те, кто услышат, поймут, что в нас, то, что в нас заложено, оно проявится, и мы идем к этому. непременно проявится. И вы даже удивитесь, как оно проявилось. Хорошо. И последнее, что я хочу, обычно мы завершаем так, этой мантрой, и несмотря... Никакой мантры. Ну, не мантры. Мантры – это несовместимые вещи. Хорошо. Это и мои фразы. И, наконец, Эрдоган должен быть остановлен. Вы согласны с этим? Я знаю, что мы должны нести свою миссию. Когда мы будем выполнять четко свою миссию, все, что неправильно, будет остановлено. Вот и все. Вот и все. До свидания. До следующей встречи. Спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok